поехали рэх есть рэк рэк уже полторы минуты на полторы да я даже уже забыл когда мы последний раз снимали эту часть она 5 наверно было здравствуйте люди с подписчиками и гости канала вот татьяна у нас в не в новой роли виде оператора как всегда можно тебя этот как это стадика блин я все забыл опять буду сейчас на верстать это перед нами два товарища один 2 стандартный олика боли в последней серии как моя память еще не подводит меня мы закончили строительство на утепление второго этажа нет не утепление второго этажа у нас была веранда мы как раз ее дошивали и красили сейчас к сожалению я не могу вам показать цвет рода на закрыт а за годом и снегом да но пока частичка может покажешь часть есть но я не хотел бы сразу сейчас выходить на улицу потому что всю красоту то что сделал наш александр закрыл мы закрыла стихии засрали ну не вижу этого потом я с квадрокоптера вам это полетаю покажу может это местами будет видно и так с этого момента очень много было сделано исправлено доработано и усиленно при помощи не только меня но и отец александр тоже пришлось потрудиться вот этим вот даже артихектор не только умеет ручкой владеть но и ручкой физической правой и левой то есть умеем держать инструмент поэтому я могу вот я могу как раз сейчас вот ему передать слово по поводу фасада так как он фасад у меня почему делал александр и наемный сотрудник сотрудник помощник тире друг да они вдвоем делали фасад мы к сожалению уехали в это время в анапу и может это счастье да тут у кого как посмотреть со стороны строительства к сожалению да потому что сразу скажу дистанционно руководить стройкой это очень тяжело и никому я это не рекомендую тут нужно всегда присутствовать на стройке кем вы ни были там хозяином прорабом и так далее чисто на телефоне я вот чисто я через это прошел никому не рекомендую если вы начали строительство дома все вы должны присутствовать до завершения самой стройки никаких телефонов обманут подчеркну еще до добавлю людям перебью не то что присутствовать по возможности я понимаю что у всех у нас там своя жизнь какие-то хлопоты заботы и так далее но нужна этапность именно вот со стороны заказчика да пусть даже видим как заказчик то есть желательно при его присутствие почему связь и штука такая шло сказал сказал одно на самом деле немножко имел ввиду другое по факту уже получается третье то есть чтобы вот этого как бы избегать ну по возможности то есть что-то сделано этапность человек пришел заказчик посмотрел да да или его и нет немножко не так давайте вот лучше так потому что есть такие скажем но не совсем необратимые необратимые моменты точка невозврата то есть то что когда монтируется до определенного момента еще можно что-то как-то либо переделать либо вернуть в до предысходное состояние а есть момент когда уже это монтируешь и это грубо скажем так впрочем купе уже остов работу выполняет в плане жесткости устойчивости ну и всех строить давай да ну да это когда парикмахера пришел и тебе сказали вас как стричь до ушей или по макушку ну да наверно уже не получится по середине 100 ну и сразу всех предупрежу сходить пока за чайником за печеньками обзор будет но не меньше часа скорее всего но я вангую может быть и даже разделю это на две части ну потому что с того момента повторяюсь было очень много сделал очень много поэтому за минут три съемки кажется не уложусь отлично давайте тогда вот мы сделали прям начиная вот это вот сразу даю слово александру потому что он делал фасад я по возможности буду вставлять в его текст как он будет хронологически это говорить по этому строительству немножко видео есть от его фотоотчета видеоотчет я буду вставлять в его разговор суши нам не помешает треска это ничего блин к сожалению у нас проблема ребят суть такая то у нас тут зима холодно мы тут как бы это не сильно оснащены по одежде результат имеем соответственно айфрейм иски внутри каркас татьяну засними вот так узелок чтобы люди понимали вообще конструкцию толщину конструкция здесь вообще суммарно у нас пятнашка ну по тепло техническим свойствам здесь суммарное утепление 20 сантиметров то есть был доделан каркас пароизоляцию избив все это закрыто контррейка и вот выведена имитация бруса толщиной 21 миллиметр высотой насколько помрать 148 что ли двойцы дожди 21 ой мнение нет не подожди 100 ну ладно если 146 146 да вот в дальнейшем это было огрунтована пропитана то есть обработана с двух сторон с двух сторон обработана дабы избежать дальнейшего там гниения и так далее жукоедство и покрыта укрывающий замечательной краской блин диман рекламы есть не надо не будет рекламу почему нет да я хочу сейчас зайдем и я покажу дмитрий потом выложит непосредственно если кому интересный материал именно по укрытости то есть какой брали если кому-то интересно да советую себя проявила очень интересно дмитрий только потом дам наставление потом уже давал фасадным в любом случае нужно будет помыть сполоснуть такой легкой типа керхерной системой ну потому что где-то есть элементы уже напыленности наш те все-таки белый и так сказать где-то частично немножко запачкается особенно от косых дождей пыль вниз всегда будет набивать но это уже нюансы произведены и значит полностью отделка откосов вот я может быть говорю как это как раздающий объект но все равно практически так ну да это есть так есть да отчет только поздаватом да да отчет поздновато зимнее время работы уточню производились осенью в период до конец сентября ну уложились мы прям ровно месяц сделали вдвоем ровно месяц то есть мы 21 сентября начали и двадцатого закончили или кто-нибудь чуть-чуть а давай достанет димыч ну это точно смотри я просто не в курсах это да хрен я знает иногда говорят там нет дел я не перестраховываюсь не переживаю представители акватек с вас процент до вы увидели знакомые очень да очень замечательный укрытие материал он имеет свойства проницаемости древесину даже при ее первичной грунтовки то есть вот огрунтовали обрабатывали имитацию но но в домах даром и а вот прежде чем мы почем а грунтовали а грунтовлю мы вот этим они там умничали не я просто это без терминологии не могу как будет очень мало имеет опыта виде оператора поэтому она ушла на улицу без микрофона что-то вам сказал для всех но никто об этом услышал поэтому продолжаем дальше идем дальше на чем остановились вы могли визуально уже посмотреть что уже у нас дом практически сформировался в виде стен но это нет от тебя пусть и не понежно не тогда да 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 не стена может показать что мы также сделали стены теперь визуально в доме понятно где что какое расположение будет помощница тоже нас с ними стены сделано из доски камерной сушки строганой 146 на 148 на 5 на 40 что если в миллиметрах стоят стоит к сожалению это очень космический денег но из-за того что этот предмет геометрически правильной формы мы разорились немножко и поставили стены из этой доски так делаю предэкскурс так сказать с последнего момента что было заснято в целом такой краткий экскурс содержание возведены перегородки на этапе создание каркаса до утепления то 7 перед утеплением была произведена образен монтаж электропроводки всей дим потом покажет фотку весь блок у него да ну так делаем подруга щиток там в прихожечке то есть все что вы можете увидеть вот уже под фанеры за все закрыто зашито татьян покажи тут как раз коробки разводные если поднимется вот так вот то есть все уже у нас в каркасе внутри с утеплителем изолирована потом он кусочек изоляции покаж как раз хорошо не обшит я хочу сразу перебить потому что я чувствую сейчас будут многие комментаторы писать сразу почему мы фанеры сделали стены объясняю фанеры можно ну поверните с прав аппаратом пусть будет дубль 2 до объясняя фанеры сделан для того чтобы обеспечить дополнительную жесткость всем плоскостям потому что сам по себе вот этот каркас он как бы в любом случае слегка геометрически изменяемой системы хоть он и выполнен со схемой определенного устройства жесткости досок брусок так скажем зовем вот но в любом случае ему как бы добавили жесткости можно было и без фанеры обойтись то есть гипсом обшивать либо за один слой либо за два слоя но пришли вот к такому решению решили заканкой 6 миллиметровую фанера березовая и до нее будет 12 миллиметровую гипс гипс картон да да под покраску у нас все вертикальные стены все что вы увидите фанеры да вот фасад будет у нас стены и они будут идти под покраску в белый да ребят еще объясню наверное больше для девушек которые любят такую этику эстетику и так далее если как бы не не прошивать фанеру делать сразу гипс такие бывают нюансики кто-то что-то украшает дом потом пытаются сверлить что-то повесить гипс в этом плане он нулевой он понимаете прокручивается украшиваться есть определенную дмитрий татьяна в виде камеру есть помощники вот оставили вот такие карандаш ну дорожки карандашом линии это как раз внутри бруски несущие то есть дальнейшем дим потом вынести это все это места куда можно крепить например что-то шкафной к примеру или то что будет консоль на висеть на стене в дальнейшем неважно там это украшение может быть какие-то атрибуты интерьера ну вот я тебя предупрежу сразу будут как минимум уже легко эта стена будет держать полки да может даже даже если фанера попадет саморез небольшой уже можно что-то более-менее ответственное повесить да так что девчатам в учет кому кто любит там украшать всякими побрякушками или еще чем-то спокойно можете в любое место это я показал просто как бы как направляющие где спрятаны а так в любое место вплоть до даже скажу 12 килограмм на пару самореза 6 килограмм она спокойно держит ну да что-то легенькое такое незамысловатое далее по первым тоже будет еще говорить не но далее были на отопление просто покажем людям тоже интересно а как вообще сформировано татьяна показывает сколько у нас градусов доме сейчас на улице граждане примерно показывает минус 10 а вот вы сейчас вот нагрели на плюс 19 скажи за какой период чтобы люди должны вот я пришел не пришел ты сейчас объясню ребят выполнено отопление контур пока только по первому этажу то чтобы понимали не полностью дом зацикле зациклен а пока только первый этаж объясни когда был запуск и сколько уже за сколько дней грубо градусы сутки вот эти накопились у нас по среднем когда дома такого нету я оставляю температуру в доме около девяти десяти градусов это отапливается котлом электрическим я потом на поддержание на поддержание всего же 2 киловатт ну да откажем не может потом это покажу просто 2 киловатт нам отоплением тоже у меня стоит 6 киловатт и это по 2 киловатта таблер включается ну пойдем ладно пошли и вот я сегодня часиков 9 утра приехал прибавил да вот таком выключенном состоянии ну это не мой каприз купили что есть потому что у меня электрика больше 9 киловатт не выдерживает вот поэтому пришлось купить вот такой 6 киловатт ну в принципе на дома хватает вот у меня всегда на поддержание работает 2 киловатта 60 градусов и трагуляционный насос вот 2 киловатта вот смотрите да и на 60 градусов чуть вниз опусти вот работает на второй скорости у нас блин этих возьму трагуляционный насос на второй скорости что это дает по первому до этажу это вот в таком режиме у меня около 10 11 градусов тепла если я включаю второй тумблер соответственно у меня дома тепло тепло соответственно как вы могли уже заметить около 19 градусов если я включил 3 3 тумблер это я замерял дома у меня около 28 26 градусов нагревает поэтому это тумблер у меня как запасной на супер супер холода поэтому я утром пришел включил 4 киловатта и вот буквально за часа 2-3 вот он нагнал такую температуру а сам дом уже обогревается больше недели вот вот я ведь больше братья этого не сразу да он не сразу право включил он кто-то холодный да и он заработал нет дом уже отоплются неделю ну пока мы находимся в ванной будущее да я хочу вам показать вот эту всю систему нашу отопление и водоснабжение к сожалению у нас проблемы сейчас идут со скважиной вы могли видеть или сейчас мы попозже подойдем покажем что у нас скважина очень сильно заявил за то время пока мы ее когда пробурили может просить давай я скажу то есть после того как я пробурили сразу начали до перебью то что скважину бурили в тот момент когда мы были в анапе вот почему я опять же затрагиваю вопрос о том что нужно присутствовать до конца и везде на уровне стройки с а теперь да а после как пробурили скважину сразу сделали как положено промывку то есть выкачали первичку насколько это возможно всю эту слюду грязь и ведь всю эту жижу дошли до такого состояния что вода уже была чистая прозрачная но с легкой все равно мутноватостью но ввиду того что у нас здесь по геологическим данным и как таковой геологии отчета нету мы руководствуемся просто всем практическим это что есть вот потом тыка но не совсем тыка но будем говорить тогда встретились узнали поняли а вода здесь находится на этом участке на глубине 39 метров это водоносный слой и был незначительный еще до углубления с учетом как бы резервовки так скажем водяных масс вот значит была пробурена промыто и как раз вот дмитрий не было нужно было решать вопрос по дальнейшему как бы движению постоянному воды в виду этого в результате на что получилось водный вопрос оставили соответственно там настоялась дим сколько она настоялся сам скажешь я не помню ну то есть нет ни качали не выкачивали за это время к тому что октябрь ноябрь декабрь вот вид варьет середине дворем это очень много да то есть за это время своей фото хосписовая вырежешь скважина за и лилась насколько неизвестно у нас сенсоров нету просканировать ничем не можем опустить соответственно и резона нет но за или был сильный димит потом сбросит фотку что получилось когда они первично прогнали через фильтр ну давайте я покажу пока мы вдвоем и параллельно может я вам сбегаю покажу я воспользовался услугой чисткой скважин и при помощи саде аэролифт называется как аэролифт называется сейчас бегаю покажу при помощи там компрессора скважина выдает эмульсию и убивает как у наверх вот когда мы подключили систему под остабжение вы смотрите даже вы можете видеть фильтры помощи нашего мощного насоса под названием фирмы педролла вот бы за два часа вот столько выкачали из скважины ну соответственно я очень сильно побоялся заработоспособности этого насоса хорошего который сейчас я вам покажу мы вынули со скважины вынули со скважины этот насос вот этот сейчас покажу вот у нас вот такой педролик лежит вот такой насос и заказал я услугу вот как раз почистки скважины мы сейчас второй день при помощи компрессора сейчас еще раз покажу вот могли слышать ранее жужжание вот сейчас я увеличу так 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 и при помощи вот этих этой технологии мы сейчас со скважины выкачиваем эмульсию воды с песком второй день посмотрим до пяти часов что будет но пока сами может смотреть очень грязно все ну что будет еще долгое время будет вот такое состояние такой консистенции выплевывать ну дай бог сегодня хоть какой-то не ну в любом случае да то есть это нужно будет делать несколько дней ну недельку точно наверное так думаю может быть и поменьше кто предоставляет услугу по факту кто представляет слугу очень сильно надеется что сегодня она пойдет чистая звонок опасный человек так мы забыли вам показать электрику так сейчас я попробую видок вот она сама наша вся система состоит полностью из автоматов фирмы шнайдер мы поставили у нас трехфазник автоматы и защита от короткого замыкания стоят на самые ответственные моменту должно подписано на посудомойку будет стоит рабочая поверхность стиральная машина духовой шкаф кондиционеры по всему дому отопление но не подписали его три автоматка раз идут на отопление вот они у нас вот из такой системы простенькая у нас стоит вот дом что-то горе ну вот покажи вот какая лапшичка тот лапшичка не уложена по всему по всем правилам феншоя тут и принципе этого не требуется это все будет зашиваться на загрузке я пришел ткой поэтому я от как будто изга кто делал монтаж не особо не требовал прям как вы могли заметить других роликах у других блогеров как все делается очень идеально все ровно по 90 градусов нет я не требовал в эту потому что это закроется и этого никого больше пугать не будет теперь мы наверно перейдем на второй этаж я вам покажу в небольшие изменения которые мы сделали пола в планировке этого дома а ну ну там сейчас мы при этом же там полно листов сейчас мы покажи ну смотрите вот у нас тут прихожка каштар субусом бурно конечно за 5 обзор получается да ты знаешь как сделать с улицы за идеи пройди и запиши прямо в комнату воде чтобы был понятным все ну там всем уже заходить и так вот планировка дома то не заходит у нас в тамбур тире прихожка тут у нас будут пуфик или диванчик небольшой чтобы снимать обувь небольшая вешалочка для для одежды и дверь вот в принципе это у нас будет тамбур тире прихожка с правой стороны у нас будет комната спальня это у нас уже старшая дочь уже отняла даже она не видя визуально где это дом дом находится но она уже принципе забыла где-то мы сюда и не часто водим но по словам она уже заняла это место не знаю как эта комната выглядит так далее да ну сразу отмечу у меня по проекту уже отмечено где что будет я это вам представлю фотографию тут будет располагаться кухня 4 метра она будет длину тоже уже подписали что где что будет ты объяснишь что по пролетам вот как бы как я не удалось и скажет 60 сантиметров у нас будет вот мойка стиральная машинка так как все мы прекрасно знаем что мебель кухонная градируется есть под 60 сантиметров ширина 40 20 правильно татьяна пола есть 80 но третий случай поэтому у нас будут все тут чисто по 60 сантиметров все просто грамотно и без вв е всяких это у нас душевая кабина ванна туалет и балер на балер на все тут ванна не будет у нас будет душевая кабинка но не джойка неправильно тайна вернет как как в отеле но вы это увидите папа же поддон душевой поддон эта стенка будет закрыта все что это как переграждает бойлер да да тут будет дверка такая аляж ну имитации дверки будут она будет купе на и три стены у нас будет сделана плитка это в вагонка типа штиль он куда на стать он показывает вот так вот пальцу на вот это вот вот это будет вагон очка обшита меня слышно если бы договорить не бурнул смотри вот а смотрите да я пытаюсь тогда дима достучаться объяснить что он сделал классное решение вот в этом треугольнике чаще всего во фрейме же треугольники не используется мы в самом треугольнике сделали бойлерную не тратя квадратуру дома я немножко по-другому хочу сказать из-за того из большого моего опыта просмотра вообще дизайна в стиле проектов домов рыб многие просто вообще не заморачиваются и не закрывают вот эту саму более родную часть но я принял решение просто загородить я пожертвовал четыре с половиной сантиметра толщиной стены ну тем самым она будет закрыта и у нас ванна будет иметь ровно квадратную форму татьяна говорит эффективно ну не знаю это вот женщина так смотрит это видишь это эффективно изначально проект планировочки вот этого этажа была немножечко другой прям чуть-чуть то здесь буквально небольшие изменения дима как раз это хочет сказать то что-то на цикле бойлерным там что там помещение по-другому было но по-другому в том случае в бойлерную часть выделялась большая площадь площади больше дамы и мусима или это ужалим их за может быть это притычная кто-то скажет про это вот что у вас там почему так на полу а почему не там там где-то немножко не по ноль то есть ну вот это все у нас еще как бы акцент ставится на лестницу пока она вот такая татьяна покажет ну дима есть очень интересная задумка надеюсь даст бог воплотит ее потом покажете за с нами она будет металлическая но будем искать кто сможет воплотить мои мысли в жизнь есть возможность обратиться подписчикам кто имеет опыт работы в сварке или вообще кто работает по лестнице в сфере лестниц до в радиусе хотя бы нижний пенза саран 300 километров до буду рад воспользоваться вашу услугу если вы сможете сделать воплотить сюда я вас прекламирую так продолжаем как бы рум тур который еще пока не существует в этой этой часть у нас будет гостевая часть тут будет угловой диван большой телевизор игровая приставка будут будут чилить гости друзья будут училить а тут будет обеденная зона вот так далее александр стоит вот тут будет большой обеденный стол прием корма прием ну и соответственно летом будет свободный доступ выйти на веранду если кого жарко холодно могут на улицу выйти пойдемте теперь на второй этаж сразу скажу у нас все потолки будут сделаны натяжными белыми натяжными потолка потолочкой минут обтянута все боятся суда залазить и не знаю почему вообще вот это наша с татьяной будет комната спальня но дети хотят отжать я пока борюсь что из изменений в этой комнате мы сделали не по проекту по проекту было просто прямая стена до конца до конца но мы думали что как она будет вот эта часть используется с той стороны она будет эффективна поэтому приняли решение агро сделали ограничение по серединочке и это будет ниша как небольшая гардеробная она будет она будет своим приколом посмотреть полочки они будут покрашены в белый цвет фокус не идет она будет покрашена белый цвет и тут можно будет складывать футболочки и прочую мелочь вот тут будут установлены два уровня горизонтальные штанги под одежду и вот сюда можно просто спокойно заходить и забирать то что вам нужно она зеркальная часть у нас гардеробный ну ладно сейчас гардеробная будет и в детской вот так вы единственное что в этом доме изменили от радикаль решение по потолкам дим пока здесь в этой давайте объяснить что здесь мы имеем перекрытие по стяжкам то есть тоже подшиты фанерой а вот в том помещению интересное решение там получается как бы как второй свет то есть там вот этот уровень полотолка нет а сейчас дима пройдет залезть на лесенку заснимет и тут у нас помещение как вы можно до лестничная клетка площадка лестничный клеток правильно но это будет а помещение а вот за счет того что будет второй свет тут у меня задумка очень интересная по поводу освещения все это к сожалению сейчас я вам не могу даже словами объяснить как это все будет выглядеть теперь после того как будет дом сделан под ключ я такого смогу показать визуально дом по лесенке поднимите с ними хотя бы туда там же лестница пока у тебя тоже мы самые интересные татьянина рабочая комната она очень сильно она очень сильно это просила поэтому детская комната девушка стала намного меньше чем положено положено нам а все по одной причине татьяна имеет будет иметь теперь возможность иметь свой личный кабинет кабинет на третьем этаже да и там еще будет лица гнездо татьяне на как раз треугольник открывается он не глухой там он проветривается этот этаж третий этаж будет обделан вагон кыш типа штиль и линолеум положить сюда ламинат я думаю сюда не стоит укладывать высотой у нас будет он метр восемьдесят как раз он полностью в человеческий рост ну ширину конечно слабоватый ну принципе работать можно он вышки заканчивается прям в путь как спички да папа не успел современную их почистить поэтому там там чуть-чуть и там чуть-чуть и мы заканчиваем до мыши не ловлю и давай заканчивать по поводу дальнейшего ты расскажешь потом я свою что что именно конкретно я рассказал ну ты но я как бы до конца ну да не до конца рассказал то есть вот обратилась как бы людям в том числе как к рабочим также и к заказчикам чтобы слышали и слушали все я суть понимали просто простая просьба ценить время друг друга это время на самом деле это очень ценный ресурс нашей жизни не знают сами подтвердишь мои слова или нет не самострой считается да наверно нет но это не самостройки много бы строительства двоих своими руками и при помощи наемных специалистов да то есть не перебью не фирмачи но некоторые да кстати уточнить приходили с фирм то есть не будем уточнять суть то есть вот мы непосредственно с дмитрием тоже вот это вот эти перегородки это вот наша работа да вот мы сами тут был пустой пространство мы утепляли на каркасе ли ремонтировали так до седу селяли составляли обшивали то есть это мы непосредственно самостоятельно делали а помимо всего этих работ от внут внутрянок на улице да очень много было сделано непосредственно колодец траншеи заземление молния защита ну много будут перечислять вот непосредственно вот этот вот бурение выкапывание к это скважины колодец кессон и так далее то есть очень много работает в роду вроде сейчас дим пока снимает внутри и как бы люди спросить а чё же у вас там такого на самом деле может быть поподробнее он может быть как-то скринах или там вставочки сделает хотя бы такими короткими шотами объяснит вообще перечень прям по цифркам что сделано и такие на легкие ну что-то такого ставки сделал да я то есть объем работ выполнен колоссальный вот я хочу почему сказать когда ты делаешь сам я во первых очень много денег потратил на инструмент для множества момента купил это еще не весь то что татьяна с ним я хочу вот с тобой поразмышлять они лучше ли и меньше потери нервов если обратиться к фирме и они сделать все под ключ тут полка двух концов вот как быть тратится самого свои силы тратить финансовые средства на инструмент или обратиться профессиональную организацию которую выбирать как раз все как будто же работаешь вот имя профессия я как говорится следую старинному и надежному способу нас все это не менее не менее нет 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 не надо нет ни в коем случае который был этот способ описан в очень хорошей книжке в детстве она была так называлась делай сам вот я к этому иду если хочешь что-то сделать сделаешь сам сделать сам но ребят прежде чем что-то делал сам самостоятельно сейчас такая тенденция пошла очень много ютуберов выкладывает информации мой вам совет не нужно доверяться как быть на полную источнику и не брать это за пустула что о вот человек так классно сделал там неважно ребят все перепроверяется подожди вот сколько уже делает монтирует непосредственно тоже с водой столкнулся со сложностями с трудностями и так далее то есть это все так скажем все специфично индивидуально непосредственно каждому этапу нужно подходить узнавать читать смотреть если что-то не знаешь обратись если например что-то где-то не понимаешь лучше уточни узнать потому что на самом деле это колоссальное вложение денег во первых времени ну и в целом скажем подход итогу к итогу к тому вот то что дмитрий сейчас на сегодняшний день вот имеет чтобы это дальше на боже на то что мы сегодня сказали не является эталоном конечно не обязательно следовать нашему примеру у каждого свой путь и должны найти да это выбор дмитрия его жизнь за мой геморрой не ну почему сразу но косвенно да это его личный опыт вот жизненный вот человек выбрал этот путь оператор у нас подъем подъем 415 ответе прием вот показывает любя любя так так чувство проявляется так что в целом мы постараемся будущем не так долго нам не надо не так надолго пропадать вот смотрите вот мы пропали так долго и свалить вот у нас обзор очень длинный получился лучше давайте мы как бы поэтапно будем почаще с вами получаться снимать по минут 20 ролик но чаще чем вот один и вот так все сумбурно получилось не знаю еще по монтажке посмотрю как это вообще складно получилось нас или нет до дровались прорвало вот жду ваших комментариев соскучились по вам не знаем что делать что дальше снимать есть планы снять лирошку что у ребят по этому поводу я сейчас свое предложение как это озвучиваю и дмитрий татьяне вот есть очень древняя такая традиция но эта традиция в морском флоте или как бы где проверять на прочность корабли то есть бутылку шампанское обязательно разбивает а фюзеляж корабля я предлагаю что-то провести примерно подобное я только шампанскую до нет хотя бы это будет и хотя бы ну не об фасад разбить или это будет да да это будет шутка шутка но в каждом может сделать шутки любые шутки можно да то есть я к чему что фундамент поплыл ну зачем попнул наоборот чтобы устойчиво стоял следующий этап строительства у нас идет обшивка вагонкой обшивка внутрь корноном внутренние скаты потолки скаты то есть вот эти вот скаты идет уже ну полы лабинат но тут счет это же каждый же сам после до инженерка ты пока еще дума не доведена вот как все это будет все вся эта лапша будет спрятана и смонтирована только после этого будет уже завершение будем начинать с третьего этажа все делать поэтому третий этаж будет сделан я сделаю вам обзор второй этаж будет сделан вот покраску именно по так окраску я вам сделаю обзор вот первый этаж дел вам сделаю опять обзор саты поэтому все будет прощаемся поэтому еще много-много серии будет фильме снимались бриджи добсон да и побежать